локации и надзумы полна загадок и секретов давай попробуем раскрыть их а перед началом ролика не забудь принять участие в розыгрыше 10 благословений полуны информация более подробно о розыгрыше вот в этом видео а также в среду обязательно приходи на стрим где мы будем вместе с вами открывать аяку это будет очень крутой стрим а теперь поехали к видео большой всем телене привет с вами на связи аркадий толкин ведь разработчики ежедневно выкладывают нам информацию по поводу того что наш будет ожидать в надзуме давайте потихонечку посмотрим что там предоставили и с чем нам придется встретиться начнем пожалуйста вот то что основной задачей когда мы будем находиться на и надзуме а будет сбор печати электро и как вы помните на влию и и в манштадте когда мы собирали печати электро мы взамен получали некоторые плюшки в магазинах да то есть мы обменивали и получали там формы по моему кристаллики мору в общем разнообразную мелочь один раз купили и все забыли в принципе в надзуме будет примерно та же самая механика мы за время своего путешествия будем собирать печати электро но после этого мы будем обменивать их у священной сакуры на особые награды чем больше мы принесем туда печати тем более вкусными награды для нас будут то есть принципе тот же самый сбор но с более им пронутыми подарками а подарки поверьте будут очень вкусно поэтому ни в коем случае не пропускайте возможность получения дополнительных печатей далее достаточно важным моментом для исследования и на зума будет электрогранум это достаточно новая механика и будет она работать следующим образом мы во время путешествия будем находить как раз таки такие вот электрогранум и они будут вот так вот выглядеть и можем его к себе взять после того как мы его к себе взяли на нас появляется специальный баф быть благодаря котором мы сможем взаимодействовать с другими объектами к примеру мы сможем исследовать громовые сферы то есть вот такие вот маленькие сверки будет летать и в том случае если на нас есть электрогранум мы сможем переместиться к этой сфере то есть так же и моментально туда переместиться то есть видите начинаются уже взаимодействие а далее при помощи электрогранума мы сможем проходить через граммовые барьеры до помните в драконьем хребте у нас тоже были такие curriculum и нам необходимо было их ломать при помощи в рубина в которых мы получали да а вы надзуми нам нужно будет проходить именно при помощи электрогранумов причем барьера существует разной толщины то есть для этого нужно будет получить на себе 12 либо же 3 стака электрогранума плюс к тому же вы и надзуми нас будет встречать громовые камни которые будут наносить достаточно ощутимый урон путешественников но как обычно электрогранумы будут их тоже отключать ну и для любителей сталкера у нас будут еще громовые бедствия это будут специальные локации с электрическими аномалиями которые постоянно будут наносить на нам урон ну конечно же электрогранумы смогут снизить входящий урон от подобных бедствий это что касается вообще природы находящийся в надзуми но так как мы знаем по магу кэнк и надзума у нас полна разнообразными механическими секретами и как раз таки эти механические секреты будут использовать силу электро какие секреты при помощи новых механизмов мы будем раскрывать во первых это будет загадка с разнообразными камнями то есть мы можем встречать вот такие вот и разных камня камень разряда релейный и кумулятивный камень в принципе по названию вы можете понять то есть мы сначала заряжаем каменный разряда нам нужно при помощи релейных камней довести этот заряд до кумулятивного камня причем надо понимать то что в некоторых местах будут специальные ловушки то есть где-то будет не хватает одного релейного камня и в этом случае нам нужно будет самим выступать в роли проводника ну и понятно тоже как только мы замыкаем цепь а мы получаем себе скорее всего сундучок также по всей локации можно будет находить зонды для поиска аммоний как раз таки эти зонды будут указывать на те места где будет большое большое скопление электро а как мы понимаем где большое скопление электро в надзуме там нас ожидает еще больше загадок и также мест интереса в общем это такие маленькие локальные подсказки а также еще дополнительные секретики для самых умных игроков геншин импакт у нас будет дополнительная механика с поисками одинаковых кубиков да когда мы будем приходить на некоторые загадки перед нами будет сходить определенное количество кубов и эти кубы можно будет атаковать при каждой атаке куб будет поворачиваться и на них будет зубы загораться определенное количество граней наша задача будет очень тривиально сделать так чтобы при помощи наших атак загорелась одинаковое количество грани на всех кубиках как только эта задачка выполнена мы будем получать свою прекраснейшую награду ну и еще конечно же будут такие вот большие статуи при помощи которых мы сможем переводить электрический ток с одной точке на другую то есть одна статуя как раз таки создает электрический ток когда мы по ней атакуем а вторая его перенаправляет в нужном направлении то здесь нам нужно будет присматриваться примерно как оно должно куда лететь и после правильной атаки она будет лететь дальше скорее всего этот заряд нужно будет использовать для того чтобы привести этот электрический шок в другим головоломкам скорее всего будет именно так ну и конечно же куда же без новеньких миленьких монстров вы надзуми нас 30 бакеда нуки это такой новенький монстр как именно с ним взаимодействует пока тоже непонятно возможно это будет простой монстрик маленький который тоже будет нам давать мору когда мы будем его ловить ну скорее всего именно так и будет то есть как вы знаете сейчас в тайвати есть периодически встречаются маленькие монстрики с золотыми мешочками которых мы можем половить и забрать себе немножечко у них море возможно это будет такой же вот маленький монстрик вот о таких загадках и надзумы разработчики нам уже успели поведать скорее всего завтра будет еще что-нибудь интерес ну а на сегодня это все большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео пока пока до встречи в следующем видео пока